Депутаты окружного парламента провели заседание постоянной комиссии по социальной политике. В частности, законодатели рассмотрели вопрос развития научно-технического детского творчества. Основной упор в соответствии с федеральными рекомендациями будет направлен на робототехнику, в частности, на развитие интеллектуальных программ. Центру поддержки молодежных инициатив передана лыжная база, принадлежащая Дю США лидер для занятий моделированием и мотокроссом. Также для технического творчества планируется предусмотреть помещение в строящемся молодежном центре. По итогам обсуждения депутаты рекомендовали департаменту подготовить полный анализ состояния дополнительного образования на селе, в том числе с определением необходимых мер для обеспечения единого подхода в решении вопросов доп. образования как в городе, так и поселениях. Депутаты в первом чтении приняли новый законопроект о патриотическом воспитании в Ненецком округе. Его принятие направлено на то, чтобы создать правовые условия для патриотического воспитания граждан, сделать патриотическое воспитание систематической и целенаправленной деятельностью органов государственной власти округа. По мнению разработчиков, закон будет способствовать развитию волонтерского движения, например, такому общественному движению, как Союз добровольцев России. Для дальнейшего обсуждения законопроекта создана рабочая группа. Кроме того, законопроект пройдет общественное обсуждение. Депутата Кружного собрания Наталья Кордакова приняла участие в ярмарке «Дни выпускника». Парламентарий затронула вопрос подготовки кадров для села. По словам Натальи Кордаковой, для решения этой задачи необходима консолидированная работа вузов, работодателей и органов власти. Нужен механизм, который бы способствовал возвращению молодых специалистов в родные села. Важной составляющей для закрепления населения является обеспечение молодых выпускников жильем. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Депутат Ольга Каменева избраны председателем постоянной комиссии по делам Нейнского и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. Кроме того, парламентарии приняли постановление о включении депутата Игоря Зелянина в состав постоянного комитета собрания депутатов, а также в состав двух постоянных комиссий по экономической политике и бюджету и по делам Нейнского и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. Депутаты Единоросса заслушали доклад заместителя губернатора Нейнского округа, руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Алексея Кайдалова. Он проинформировал присутствующих о перспективах строительства социальных объектов на территории Заполярного района и рассказал о плане мероприятий по дорожному строительству в округе в целом. В ходе своего выступления руководитель департамента обозначил три основные приоритетных направления деятельности. Принципиально новый централизованный подход к строительству, завершение ранятых и начатых строек, подготовка земельных участков под строительство новых объектов в округе. Как отметили окружные парламентарии, в первую очередь департаменту необходимо уделить особое внимание вопросам повышения качества строительства, а также завершению строительства уже начатых объектов на территории муниципальных образований. Очередная встреча с руководством департамента, на которой депутаты продолжат обсуждение вопросов строительности, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сократить зарплаты и так далее, и так далее. Поэтому к этим вещам надо относиться очень избирательно. Я бы сказал, адресно. И включать такой принцип, как нуждаемость. Это, наверное, главный подход. Поэтому я считаю, что вот это для меня было наиболее важно. Ну и, наверное, второй момент. Когда мы вместе консолидированы, мы сильнее. В настоящее время были там также озвучены такие проблемы, как взаимоотношения с европейским сообществом, ситуация на Украине, на Ближнем Востоке. Все это касается и нас напрямую. Поэтому поддержка руководства Владимира Владимировича Путина непосредственно, а у него рейтинг за 80%. И вот это дает ему основание говорить о том, что нам бояться никого не надо. Когда народ поддерживает своего президента, власть, тогда мы монолитны и действительно нас изнутри не расшатать. И вот до эфира мы с вами общались, как раз таки обсуждали это мероприятие. Ответ на вопрос Владимира Путина. Зашла некая дискуссия по поводу сельского хозяйства. Очень много жаловались фермеры, агрария о том, что поддержка достаточно, она вроде бы как и существует, но в то же время она недостаточная. Рынок сбыта трудно найти. На ваш взгляд, небольшой комментарий по этой тематике можно получить? У нас все-таки в округе сейчас делается акцент на развитие сельского хозяйства. И мы недавно приняли решение о создании фонда поддержки предпринимательства и привлечения инвестиций. Это тоже решение, которое направлено на то, чтобы у нас заработало предпринимательство. Если в масштабах страны говорить, то видите, аналитики как говорят. Это тот вопрос, который, к сожалению, уже столько лет мы решить фактически не можем. Поэтому вот со своей стороны мы делаем такие попытки. По всей видимости, они не в полной мере носят не тот, скажем так, не тот характер, чтобы мы могли решить эту проблему от начала до конца. Здесь же еще важен не только фактор поддержки, но еще такое, как заинтересованность самих людей в том, чтобы они занялись предпринимательством. У нас нету, как мы говорили там, химчистки, у нас нету там порой парикмахерской, бытовых условий и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, те люди, которые хотели бы заниматься предпринимательством в наших условиях и тех услуг, которых у нас здесь не хватает, вот посредством этого фонда, посредством того микрофинансирования, как мы говорим, мы могли бы поддержать вот эту инициативу. На самом деле, да, тема предпринимательства, она обширная, можно и посвятить отдельную программу. Поэтому давайте перейдем к другим темам, тем более есть о чем поговорить. Вот вы ранее сказали, что Владимир Путин отметил, власть и народ должны быть едины, и вы, в общем-то, своими поступками целиком полностью подтверждаете это, потому что непосредственно общаетесь с населением на местах. Вот совершенно недавно, на минувшей неделе, вы посетили два населённых пункта, Индигу и Волчейске. Расскажите, пожалуйста, о целях поездки в эти населённые пункты. На этот раз их было две цели. Первый, как правило, мы знакомимся с положением дел на местах, то есть беседуем с людьми, смотрим текущие проблемы. В этот раз я хотел бы на этом больший акцент сделать. Нас интересовала такая проблема, как это не столько интересовало, сколько мы приняли решение на региональном политическом совете в рамках вахты памяти провести уроки мужества во всех населённых пунктах. И поэтому я посчитал необходимым, вот как раз с наиболее дальних населённых пунктов, я там был четыре дня, и поэтому мы проводили уроки мужества. Сколько уроков вы провели за четыре дня? Пять уроков. Ого. Да, в день удалось провести по два урока. Меня прежде всего интересовала аудитория школьная. Вот провёл в старших классах, в девятых, десятых, седьмые, восьмые классы. Я скажу, что вот эта тема безгранична. Это действительно, как вы сказали, может тоже носить формат отдельной передачи. Самое главное заключается в том, что с 1 по 9 мая вот проходит такая вахта памяти. Смысл заключается, что мы выступаем на уроках, мы с собой берём копии знамени Победы. Далее всё это будет отражено на стенде. Ну и венцом всего этого мероприятия будет передача этого знамени от памятника, открытия памятника танку Т-34 уже в искательскую школу. Я полагаю так, что люди должны знать всё о той войне, которая была 70 лет назад. То было поколение победителей, о чём говорил Владимир Путин. И сегодня мы должны защитить нашу победу. Почему? Да только по одной причине. Мы иногда уже не понимаем или недооцениваем того, что та война была самая страшная в нашей истории. Принимается как должная. Да, уже мы, наверное, где-то вот эта Великая Победа, эта фраза становится именно фразой. А надо, чтобы они были существом понимания, потому что нашу страну хотели уничтожить. Мы сегодня бы с вами ни о чём бы не говорили. Мы люди второго сорта. То, что было заложено в плане Барбароса Гитлера, Ост. Поэтому правду о войне люди должны знать. И то, что сегодня шельмуется история и переписывается, это не просто так. Вначале переписывается история, потом говорят, а знаете, вы так же виноваты, как Гитлер. Поэтому все договорённости, которые были в Поздаме и так далее, нерушимость границ, это всё откидывается. И говорят, знаете, надо всё пересматривать, в том числе и границы. А что такое пересмотр границы? Это напряжённость, это война. Поэтому не всё так безоблачно. И вот эти вещи надо понимать. Как дети реагируют? Как они воспринимают эти уроки? И как удаётся найти общие языки, быть может, какую-то ниточку, проводник между вашими мыслями о войне и тем, что думают по этому поводу подрастающее поколение? Здесь спасибо вашим коллегам. Помогли с точки зрения современной подачи информации. И поэтому удалось здесь, комментируя видеоряд, наверное, вот особенно поговорить о такой проблеме, как о современных супергероях, о героях вымышленных, сказочных и настоящих. Вот Бэтмен, Человек-паук и так далее, и так далее. Ну, это, конечно, супергерои. Только они где? Все где-то в облаках. Какой нет национальности, скажите, пожалуйста? Ну, наверное, американцы. Ну, да. А вот где такие герои, как Александр Матросов, Юрий Смирнов, Гастелло, Зоя Космодемьянская? Этот ряд, у нас 12 с лишним тысяч герой Советского Союза. Вот настоящие герои, которые победили в смертоносной войне. И которые сумели так сработать, так потрудиться. Где, я и говорю сейчас о тружениках тыла, которых мы также награждали в ходе этой поездки. Их было пять человек. Сходили к каждому, кстати, домой и вручили медаль. Поэтому я скажу, когда вы говорите о том, как воспринимали дети, знаете, они на глазах, мне кажется, суровели. Некоторых даже закипала слеза. Вот они, может, не радуют. Да. То есть все-таки, я еще раз говорю, позиция была порой эмоциональная. Кто-то сказал, там есть такой видеоряд о том, что ночной клуб, ветеран, нехороший поступок. Один там даже грозился этот клуб порушить, скажем так. Поэтому я считаю, что цель достигнута. И мы не должны стесняться говорить о том, что мы наследники поколения победителей. Нам нужны новые сегодня победы. Но защитить ту победу, которая была в 41-45 год, мы просто обязаны. То есть вы можете с полной уверенностью сказать, что ту цель, которую ставили перед собой для этой поездки, вы достигли и выполнили? Ну, я старался это сделать. Я старался это сделать. Вот, кстати, интересно узнать. Вы говорили, что пять тружеников тыла вы посетили, вручили им там награды. О чем говорят люди пожилого возраста, которые отдали свое здоровье, частичку себя этой войне? Что их волнует, что заботит? Как правило, они скупы в своих воспоминаниях. Они говорят одно, вздыхают, вспоминают молодость и говорят, что они очень-очень много работали. Вот один сдавал, допустим, пушнину, другой ловил рыбу. Понимаете, третий просто трудился в оленеводстве. Поэтому все для фронта, все для победы в то время это был смысл их жизни. И поэтому они, конечно, переживают за нашу молодежь и за то состояние дел, которое у нас сегодня происходит. Я хочу сказать о том, что самое главное, чтобы мы победили в дне сегодняшнем, надо хорошо трудиться. 2-11-45, телефон прямого эфира. Звоните и задавайте вопросы гостям студии. Сегодня это депутат окружного собрания, председатель комитета собрания депутатов Невинского округа, руководитель фракции «Единая Россия» в окружном парламенте Александр Лутовинов. Александр Ильич, я предлагаю перейти от ваших поездок к работе здесь, в стенах собрания депутатов. 9 апреля прошла сессия, такая достаточно весомая, очень много было принято решений важнейших, на мой взгляд. Вот вы тоже сможете сказать свою точку зрения по этому поводу. Один из вопросов, который был обсужден, который был принят, это уточнение в закон Невинского округа о порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку. Расскажите, пожалуйста, для чего эта норма была принята? Я думаю, мы вместе с вами порадуем наших автолюбителей в том смысле, что штрафстоянка, если такая мера пресечения была принята работникам ГИБДД, она для кого? Прежде всего, на кого направлена? На собственника или виновника ДТП? И вот мы здесь решили привести эту норму в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, когда платить за штрафстоянку, если человек выехал и был за рулем, допустим, в нетрезвом состоянии, будет именно он, а не собственник автотранспортного средства. Вот если просто, суть заключается именно в этом. Я считаю, что это справедливо. Кто нарушил, то должен и платить. А какая у нас практика бывает? Когда человек ездит по доверенности или по ОСАГО, соответственно, нарушает на штрафстоянку транспортное средство, потом отказывается платить, и собственник начинает ходить в суды и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы здесь была полная ясность, вот было как раз, мы внесли изменения в наш окружной закон. Но это были какие-то предпосылки к этому? Это были какие-то просьбы? Или вы просто решили привести в соответствие с кодексом? Ну, я считаю, что здесь надо исходить из справедливости, прежде всего. Понимаете, это честно и справедливо. Кто нарушил, тот и должен платить. Кто за рулем, не надо прятаться за кого-то другого. Я считаю, это справедливо. Кстати, я хотел бы сказать о том, что мы поддержали инициативу Государственной Думы наших коллег из Архангельского областного собрания. То есть, там тоже речь идет о том, что мы против того, чтобы было принудительное задержание транспортного средства в случае, если у водителя в силу каких-то обстоятельств при себе не было прав, водительских прав. Ну, вы сами понимаете, когда законопослушный водитель мог в суматохе оставить свои права, и вот это являлось основанием для того, чтобы транспортное средство задерживали. Я считаю, что сейчас у работников ГИБДД есть компьютер, есть база данных, и он на месте может эту ситуацию прояснить. И было бы, наверное, совершенно разумным эту ситуацию не усугублять, а, наоборот, упрощать. Я считаю, это правильно, потому что лучше человека оштрафовать, а может быть, отделаться и даже предупреждение. Поэтому эта инициатива сейчас вот нами поддержана. Будем ждать, каким образом... Реакцию, так сказать, да? Да, да, да. У нас есть телефонный звонок. Александр Михайлович, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я сегодня с вами хотел Владимиру Владимировича, но я немножко не согласен с вашим собеседником по некоторым вопросам. Просто каждый его понимает, как хотите. Конечно. Да. А вот насчет танка. Вот я с ним категорически не согласен. Он здесь совершенно не нужен. А почему? Ну, это никакой не патриотизм. Это просто, как вам сказать, угодно патриотизму, что ли. Здесь ничего не было. Во-первых, танк из Польши. Он нигде не участвовал. И где надо, они уже стоят давно. Угу. Ну, а вот на ваш тогда взгляд, что бы могло... Да. Вот такое время Владимирович, это есть, как его передел, истории. Угу. Вот и все. Вот и все. А, нет, еще один вопрос. Угу. Значит, вот, как Владимир Владимирович сказал, что дает специалистам, вот, большие зарплаты, все вот. А с них испорт должен быть? Согласна. Кстати, а вот за Колгуев, кого спросили, как вот это дело обстоит? Что еще раз с Колгуевым? Ну, насчет оленей. А, насчет оленей на Колгуеве. Угу. Все, спасибо вам большое, Александр Михайлович, за ваши вопросы. Александр Ильич, можно прокомментировать, вот, про танк, начиная? Хорошо. Конечно, каждый имеет свою точку зрения на эту проблему. Вы, кстати говоря, тоже об этом говорили до эфира, да, с вами? Да. Хотя мы про танк... Не обсуждали, да. В другой, да, в другом контексте говорили. У меня иная точка зрения. Я считаю, что танк, это не что иное, как оружие победы. Поэтому, вот, как символ победы, я его и рассматриваю. Поэтому, когда наши детишки потом будут спрашивать, а что такое война? А что такое танк? Если подойти пощупать и посмотреть на него, наверное, это тоже хороший воспитательный момент. Можно много рассказывать, но лучше все-таки показать. Поэтому, вот, я все-таки думаю так. Если там был бы создан парк, и спасибо Ковленко, Григорию Борисовичу, что он все-таки здесь эту идею до конца довел, я считаю, если бы там был парк, оружие победы под открытым небом, мне виделось бы это абсолютно нормально. Ну да. Там могли бы стоять и минометы, сорокопятки наши, и другие образцы вооружения, та же Катюша. И поэтому, что в этом плохого? Действительно, у нас были олено-транспортные батальоны. Никто не говорит о том, что мы здесь ковали победу именно вот этим оружием. Но мы сопричастны с нашей великой победой. Поэтому, вот, я в таком контексте рассматриваю, как оружие победы. Это символы Великой Отечественной войны. То есть, даже вот это может быть, станет начальной точкой какой-то целой экспозиции. Кстати, очень хорошая идея. Может быть. А люди рассудят, они сами пойдут. Если будут ходить к памятнику, поэтому, значит, эта мысль реализована правильно. Если нет, ну... Вот вы знаете, мне очень сильно нравится в этом плане город Слихарт. Там есть памятники всему. Вот там столько памятников, и, на мой взгляд, это очень здорово. Почему бы и нет, да? Еще Александр Михайлович спрашивал про ситуацию на Колгоеве. Владеете ли вы информацию, чтобы на данный момент прокомментировать? Либо вот мы ее отложим. Так, ну, в каком контексте? Если мы говорим об оленеводстве... Оленеводство. Ну, разумеется, это очень больная тема. Я там был за последнее время два раза. И, опять же, не просто там ограничиться с каким-то выездом. Я там и пожил несколько дней. Конечно, ситуация очень сложная. Все знают, что там оленей осталось мало. Ну, говорят, цифру называют около 500 оленей. Сейчас разрабатывается комплекс мер. Мы заслушали на комитете, на комитете провели. Каким образом решить эту проблему? Она непростая на самом деле. Надо предусматривать все меры, вплоть до того, чтобы завозить туда оленей. Поэтому это сейчас программа рассчитана на несколько лет. Будем ее решать. Есть и другая проблема. Там же, вот если в контексте нашего разговора, предпринимательства, допустим, обеспечение необходимыми товарами тоже такая есть проблема. Когда мы там были, значит, сложности с продуктами первой необходимости, в том числе продуктами питания. И эта проблема там, проблема занятости, конечно, тоже очень важна. Поэтому там хотя бы я три вот обозначила. Их, конечно, надо решать. Здесь, еще раз говорю, только сегодня утром мне звонил как раз представитель СПК и как раз просил поддержать вот их работу. Мы сегодня с ним беседовали с утра. Времени не так много остается, поэтому предлагаю вернуться к комментариям опять прошедшей сессии. В окончательном чтении был принят закон, который на самом деле очень долгожданный по предоставлению специализированного жилья специалистам в токологии, да, получается, из числа жителей местных. Расскажите поподробнее об этом законе, на кого он рассчитан. Вы правильно сказали. Действительно, суть заключается в том, что когда приезжают специалисты из других регионов в Нинский автономный округ, то им предоставляется служебное жилье, специализированное жилье, как мы говорим. В то же время такой возможности были лишены те специалисты, которые уехали из Нинска автономного округа, закончили высшее учебное заведение за пределами региона, возвратились обратно, живут вместе с мамой и папой и не имели права на получение служебного жилья. Вот мы как раз это, скажем, это неравенство устранили. Теперь мы решили, что все молодые специалисты должны иметь равные условия при получении специализированного служебного жилья. это означает то, что если его получат, то они могут встать на очередь на получение жилья по соц. найму и второй вариант участвовать в ипотеке. Поэтому главный принцип это мотивирует наши молодые кадры для того, чтобы они обратно приезжали в Нинский автономный округ. Мы в этом все заинтересованы и создаем для этого необходимые условия. А первым условием является, как правило, жилье. С какого периода распространяется этот закон? Буквально с 1 апреля. То есть те, кто приедут сейчас с 1 апреля, они будут претендовать на получение такого жилья? Да, они могут претендовать на жилье. А есть ли жилье, которое предоставлять в городе и на селе? Либо эта проблема будет как-то решаться уже теперь? Ну что, мы раз мы закон приняли, значит, его необходимо исполнять. и действительно реализация данного закона, она предполагает строительство служебного жилья, в том числе и на селе. Поэтому, конечно, проблема не самая простая, и она должна быть подкреплена уже непосредственно практическими действиями, а именно, если кратко говоря, строительством жилья в необходимом объеме. здесь, конечно, будут трудности, особенно в сельских регионах, в сельских районах. Ну, тем не менее, есть над чем работать, и остается уже не так много времени, но, тем не менее, мы затронем эту тему. Также вы на сессии рассмотрели законопроект, который, проще говоря, изменения в бюджетный кодекс, да, депутаты Кружного собрания выходят законодательные инициативы, законодательные инициативы, расскажите поподробнее, что это за инициатива, на что она направлена? Это очень важный вопрос, мы его уже касались, когда говорили о предпринимательстве. Суть заключается в том, что это возможность предоставления бюджетных средств юридическим лицам, предпринимателям за счет бюджета округа. Вот о чем речь идет. Это наша законодательная инициатива, с которой мы выходим в Государственную Думу. Что мы хотим добиться данным законом? Если мы будем помогать нашим предпринимателям давать кредиты под небольшие проценты, то это опять же позволит им развивать конкуренцию. Они могут, я уже обратите внимание, что эта мера направлена именно для тех, кто готов завозить продукты по перечню, которые могут состоять из сотен наименований в отдаленные населенные пункты. Это очень важно. Не всем. Это будет право, а не обязанность. И поэтому это оперативная, креативная мера для того, чтобы мы могли обеспечить необходимыми продуктами питания и другими продуктами всех жителей. И это отразится на ценах. Самое главное. На этой позитивной ноте мы с вами завершим нашу беседу. Я вас приглашаю еще раз в программу «Законодатели». С вами же я прощаюсь. Всего доброго. Увидимся через две недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok